Совет Федерации одобрил приостановку действия договора о зоне свободной торговли с Украины с 1 января будущего года. Такое решение российские сенаторы приняли на заключительном заседании в уходящем году. Изменить режим торговли с соседней страной потребовалось, чтобы защитить наших производителей. Дело в том, что уже с нового года в Россию мог хлынуть неконтролируемый поток товаров из Европы после вступления в силу экономической части соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Россия сделала всё от неё зависящее для того, чтобы предотвратить конфликт обязательств сторон в связи с Евроассоциацией Украины. Однако переговоры в формате России и Евросоюз Украина, которые были призваны обеспечить практическое решение вопросов, вызывающих обеспокоенность России, были по существу сорваны Европейским Союзом. Экономическая цена вопроса, о чём нам сообщил на заседании комитета официальный представитель президента, это в краткосрочной перспективе 3,5 миллиарда долларов США ущерба, неизбежно наносимого нашему государству, нашим товаропроизводителям, если бы такого решения президента не состоялось. В эти минуты заседание Софеда продолжается. В повестке около сотни пунктов, среди них президентские инициативы, в том числе и о продлении программы материнского капитала. Кроме того, будут обсуждать отмену выплат при увольнении, так называемые золотые парашюты, для региональных чиновников и депутатов, которых отправили в отставку из-за нарушений правил госслужбы. Рассмотрит Совет Федерации и законопроект, который даёт задержанным право на звонок близким в течение трёх часов после того, как они были доставлены в отделение, а не 12, как сейчас. Также Верхняя Палата Парламента должна ратифицировать несколько международных соглашений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова